доброго времени суток дорогие друзья сегодня хотела с вами поделиться перуанскими рецептами приготовления традиционных блюд сегодня это будет делать фелисия которая живет в нашем доме помогает по хозяйству я буду ей помогать и делиться с вами при этом просмотра сегодня мы готовим с фелисией чичу марадо это традиционный кронский напиток из кукурузы по-русскому кукуруза тёкли сейчас мы ее вот так это очищаем семечки в одну сторону внутри промыли и откинули на дуршлаг засыпаем все это в водич добавляем туда вот ананас в нашем случае ананас многие добавляют яблочко вот эти палочки не знаю приправа и немножечко корицы и и поставили варить да вот да пускай варится на так мы варили 20 минут сейчас мы будем это все процеду через сито вот такой вот отвар мы добавляем сахар и добавляем сок лайма потом еще перемешиваем и остужаем пьет этот напиток в холодном виде вот и все наш напиток готов осталось его только остудить и выпить спасибо фелисе и за ее рецепт грациес грациес хрикисимо похоже вот в горячем виде на глинтвейн да ребята сегодня у нас фелисе которая помогает подобных будет готовить блюдо перуанское папа религена вот и она с удовольствием поделится этим рецептом да так что будем наблюдать за приготовлением я тут пошутила чтобы я подсказала что она не замужем но я умолчу конечно что это неправда но вероятно хочет русского мужа готовится картошка папа религена папа религена а трофей перевел как муж странно такое блюдо название и мы сейчас будем его готовить а а а а а тут вот нам подсказка как готовить сейчас готовим а а а а висе тоже ведет программу у себя на в перу и мы с ней договорились что мы будем вместе готовить и я буду вести съемку и для своего канала и для канала фелисия очистили вдвоем это все от шелухи а фелисия чистит еще вверх мучая да складываем в тарелку вот какие бабы здесь большого размера убираем все наши ненужные остатки режем морковку мне всегда было интересно узнать как они вон они как чист как картошка мы ее стрельем и они просто как картошка а тут кипит картошечка ой вот она прекрасная кукуруза пиланская ей нет нигде альтернативы такая крупная кукуруза только в перу кукуруза вот как управляемся смотри аааа а я ее всегда мучаю чищу она раз и все посолила ну как оказывается ее чистить сейчас всем хитрость умолчу вот вот ингредиент уже у нас готово чистим лук режем вот вот режем квадрат так потом так 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 укладываем на капоте ага да мы слили картошечку она уже у нас сварилась да готово вот как тут делается толченая картошка смотрите люди и учитесь ну правда сил надо тут немерено вау ну вот я пробовала у меня руки слабые въедать у меня тут не получается а я толку ааа вот так то делается тут толченая картошечка зато без комочков хаааа я не могла найти толкушку а вот пожалуйста вот тут инструмент заменяющий толкушку да интересно паприлена это же перуанская блюда очень интересно наблюдать как его готовят я его пробовала очень вкусно но как его готовят я ни разу не видела для меня это просто самой очень интересно знать а вот что надо полить еще крутым оливковым маслом солим инфрея ааа теперь надо все это остудить ну вот там сколько уже всего приготовлено будем готовить курочку для этого прекрасного блюда традиционного перуанского вкусного мы для этого блюда не нашли изюм но будем готовить без изюма релина да 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 вот так мы его режем вот так мы его режем вот такие дольки да ааа квадратик вот как у нас красиво все на столе получилось так ребята это аху сейчас переведу расскажу вот так мы делаем кукурузу смотри вот так мы делаем кукурузу с морковью квадратик берем орегано и добавляем смесь лучную чесночину еще вот это не знаю что это а томатная паста окей так теперь мы все это помешали так это мы добавили сейчас мы добавляем соль окей и нашу курочку добавляем пахнет очень вкусно так курочку мы закрываем а сейчас мы здесь будем отваривать наши бобы водичку мы подсолили так мы забросили туда кукурузу морковь помешали все прикрыли зарежу вот он секрет салата который нам было интересно всегда узнать почему лук хрустящий и одновременно вкус и невяленый сейчас я все секреты узнаю да кируанские это 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 с руки смотрите как с руки мелко режется морковь вообще я вот так не умею только на досочке и как у нас все тут горошек будет немножечко мы все помыли и вот сейчас мы добавляем курочку да добавляем перемешиваем это будет начинка для папа рельена папа рельена папа рельена папа рельена а это на завтра завтра фелисия выходной и она готовит на два дня завтра я буду контролировать процесс в доме один день у фелисии выходной теперь мы режем свеклу свекла это свекла а перуана это нейм как нейм нейм это свекла это бетерага наконец-то я услышала название этого продукта байнитос я тут а это все рикесимо и перфекто рико комида рико это ингредиент особенно в салат и салаты особенно идут вкусно с этим ингредиентом мы не только тут для двух каналов работаем для моего и фелисии я еще изучаю перуанские блюда и язык вот в чем преимущество прелесть еще вареные яйца мы забыли яйца положить но вот успели да и за бобыту даже в одну кучу сейчас посмотрим как ну вот она отрезала вот эти все кончики сейчас будет резать для салата для салата вот вот такого размера она режет у нас уже готово мы снова принялись за морковь да тут у нее по-другому идет нарезка смотрим она будет столбиками резать походу а ну понятно другая нарезка моркови заметьте все крупно ну а мы готовим каусу мы почистили вместе картошечку тут у нас тыква перец лук на авокадо и это это каусу ага и лайм кауза и вот еще консервы и сапайо и сапайо так Филиси оставит картошечку варить мука ну вот так ну и правильно так вот еще у нас мука появилась цикла два яйца еще не поняла что это но узнаем позже это один одно видео сегодня у меня заблокировал youtube да потому что я там раскрыла секрет и там они были за авторским правом защищены вот и боишься теперь выкладывать все я просто хотела показать как делается амалис но готовил другой человек и под перуанскую музыку и вот меня youtube заблокировал этот ролик вынес предупреждение так что Фелисия ты у нас все секреты знаешь и только на тебя одна надежда так теперь только на одну Фелисию надежда потом как-нибудь мы томались приготовим да ок 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 да ну Фелисия предложила мне сегодня Шакиру послушать а это тоже блокирует youtube Шакиру нельзя слушать вернее чтобы она сопровождала ролик youtube сразу блокирует такие вещи да так вот трез проблем и чао youtube компрендо уйди а уны проблема надо это я так хотела показать как готовится тамалис вот взяла с другого да у другого человека а вот нельзя вот так вот это это форма я возьму а это пика но это пика а секрет в вот вода солью чтобы когда чистишь лук слезы не текли из глаз понятно вот вам секрет Ух ты, миленько. Вот она в водичку сожу порезала лук и отмачивала. Тут у нас картошка, тут тыква, а тут перчик. Мы его попалили маслицем, вот эта вот толкушка перуанская, вот такая вот вещь интересная. Мы сейчас делаем майонез, вот ингредиенты у нас такие. Ну давайте. Яйца мы уже опрокинули. Так, сейчас приправка. Еще чего-то мы добавили. Так, вот это мы добавили и вот это. А, и соль добавили. Теперь лайм. Сок, выжатый из лайма. И масло. Оливковое. Да. 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 Оливковое. Вот у нас майонез. Своими руками. Ух ты. А перчик у нас уже подрумянился. А мы наш перчик перекладываем теперь в блендер. Да. и маленько масло. И взбиваем. И взбиваем. Так, мы сливаем тыкву. Душак. И тыкву, наверное, добавляем в миксер. Вон. Я-то думала, будет это все вместе с миксером. А нет, это отдельно. Видите, как много, сколько всего необычного, интересного. Ух ты. Так, вот что у нас тут получилось на столе. Не остальное. Так, она уже туда муку забросила, яйцо в нашу тыкву. И вот. Вот. Я это. Сейчас пошли. Что я сейчас взяла? А, после меня, я возьму, да, на сухую пучару. Вот что добавляла. М-м-м. М-м-м. А, как это стало? М-м-м. Кинься минут, у 10 минут, там. А, 10-15 минут. Так. так картошка сварилась и мы ее сейчас будем толочь через эту штуковинку со стороны так легко кажется сама пробовала это очень тяжело вот так и толочь много сил надо февраль такой жаркий что мы вот открываем дверь чтобы немного проветрить картошка по-русски смеется я ведь тут ведь с вами не похудею что дегустации сплошные блин то я готовила дегустировали теперь фелисия готовит дегустирую маски г фелисия нато маски г синька кг маска бренда килограмм почти все готово сейчас будем ее вкладывать ну лайм тут присутствует во всех блюдах во всех везде во всех ресторанах кладут в обед и тогда завтрак и ужин вот получили еще один ингредиент и вот вот так вот мы сейчас я добавляю нашу картошечку это перчик наш немножко перемешиваем какая красненькая у нас картошечка получилось так а мы лучок надо услышать и подводить мы откроем нашу консерву да сливаем да сливаем масло да сливаем масло и не выкладываем ее в лук ну ну не и вторую точно так же по пепетасарь и и мешаем. Теперь у нас лук с консервой есть, картошечка с тыквой есть, майонез мы приготовили и вот это вот у нас там перец. Я добавила сюда лайм, как делается каоса, вот мы из готовых ингредиентов складываем ее в отдельную порцию, каждую чашечку. Слой картошки, слой. Теперь мы укладываем майонез, это единственное блюдо, где укладывается слоями, как в России. Остальные блюда все подаются по отдельности. Вот второй слой пошел, картошечка. То есть картошка отдельно, все ингредиенты отдельно. Здесь приоритет в подаче, чтобы все ингредиенты были объявлены. Вот это единственный рецепт, где все спешено. Тут принято подавать вот таким образом. Я предложила большую противень снять и выложить все сразу. Теперь мы укладываем слой лука с консервой. Ну, мы сделали часть, чтобы потом сделать, если захотим, вторую, чтобы не все сразу. Чтобы сделать и съесть, а и достать на потом. Сейчас мы вот нашим майонезом заливаем. Сейчас мы работаем с аллокадом. И долечками укладываем аллокадо на наш в противень. И уже слюнки текут. Сверху мы также накладываем слой картошки с тыквой. У нас еда не остается, не пропадает. У нас много людей все съедят сразу же. Да. Красиво, грубо. Угу. 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 Приготовлена сковорода с маслом. Наш перец, который мы готовили, его в блендере перекрутили, добавили туда муки и ваниль, по-моему, или разрыхлителя, я так и не поняла. И вот добавили и теперь сыр. Смешали, подержали 15 минут под слофаном. Еще немножко муки добавили. Оладушки что ли будут? Ну, сейчас посмотрю. Лепешечки. Жаль. Оладушки получаются. Из картошки я делаю, из тыкв. Из кабачков делаем вот из перчика. Первый раз там. А, это же у нас тыква. Тыква. Перчик же пошел у нас. Тыквенные оладушки. Сказала Фелисе, что мы в основном делаем такие из картошки, кабачков, но иногда и делаем из тыквы. Я-то думала, что мы будем делать, да. И вот подают с каосом вот эти вот лепешечки. Это уже есть что-то схожее между нашими культурами. Блину точно здесь не похудею. Так и буду жить на вкусняшках. Как можно от этого отказаться? Еще когда приготовлено вот так. С позитивом и с любовью, да. Вкусно вообще. Старый капон. Конечно. Конечно. Я говорю, у Фелисии сын большой, здоровый, крупный, благодаря вот тому, что комида вкусная еда. Я говорю, Фелисия, ты хочешь, чтобы я тоже была большой, крупной, и я ведь не могу отказаться от этой вкуснотищи. Вот у нас уже все готово. Фелисия накладывает мне тарелку для дегустации. Вот мне Фелисия наложила какую вкуснятину, украсилась. Будем дегустировать. Ребята, и чичо. Вчера готовила Фелисия чичо, но она еще приготовит, и мы посмотрим, как она это делает. Вот это вот ресторанное блюдо и напиток. Я попробовала это все, ребята, но я не могу описать словами. Это настолько вкусно. Всегда благодарю Фелисию. Фелисия, в очередной раз благодарю тебя. Огромное спасибо. Муча с грацией. Да, муча с грацией. Спасибо тебе. И от людей, и от русских тебе спасибо. Мы сегодня будем готовить лапшу зеленую. Да, по перуанскому рецепту. Да, вот ингредиенты. Тут у нас еще припали шампиньоны, лук, чеснок, томаты, ахо. Ахо, это чеснок, я уже помню. Приоритет у нас начать с куриц, потому что готовится дольше, остальное все готовится быстро. Шпинат. Ага, помыли шпинат. Начнем с чесночка. Ой, с лука. Лук. По-испански сивоя. Лук. Сивоя. Крупно режем. На серединку помидорки. Убираем. А, семечки. Семечки. Окей, окей. Тоже квадратами нарезаем. Крупа. Рапио, экономика, рекиссимо. И нутритиво. А, быстро, экономично, вкусно. Масло. Так, положили на сковородочку. Вкрутили на шестерочку. Чесночок. Чесночок. Окей. О, о, о. Мы так не чистим. Как это так? Если ты неева, неева. Она еще крупные, чеснок туда же докинула. Режем шампиньоном. Сливочное. Как там поменялось? Вот. Нерегко, да? Угу. Мыли листья сала. Вот. Мы открыли здесь, как мы все делаем. чтобы было прохладно, то на улке жарко, нам сейчас в гости ждут множество животных котов на наше вкусное блюдо запах идет прям на улицу для салата, для супа, вот вчера я смотрела в магазине, да, или себе поставила кастрюльку и там вот туда выкнула вот это вот опешку так, вот эту зажарку она выкладывает в миксер вот тут у нас будет жариться курочка и скалим в таран переворачиваем на кастрюльку и поливаем это нашим потековлением вон оно что и немножко воды добавим и тушим все, много секретов знаю вас окей да мы снова режем лук и гуардами уже, да чесночек так сказала Фелисия, быстрее да, чистится рапила да альвака Фелисия ее не режет, а также ее рвет освобождает как и решетку мы говорим о том, что очень мало информации про перу в интернете в основном про мачу-пикшу, про тетикаку, про знаковые места и все, и больше ничего нет аааа, да аааа фелисия говорит, что она когда приезжает домой вечером, она еще готовит для своих родных мужа и сына она весь день работает да у нее большая квартира а еще много собачек и кошек да я была в гостях один раз Мы слушали зимфиру, русская музыка. Еще вот какие ингредиенты есть. Мы теперь укладываем лапшу. Вода закипела, теперь мы туда укладываем лапшу. Варим, варим. Пое уже почти готово. Скоро сварится лапша. Сливаем лапшу через туршлаг. Убираем жерень. Она нам больше не нужна. И назад в кастрюлю. Уставим новую кастрюльку и наливаем туда оливковое масло. И туда наш печок с луком отправляем на зажарку. Сейчас мы туда бросим лисе. Вот так вот. И так вот. Режем с листья шпинат и туда же добавляем. Вот какой запах такой. Еще режем и еще добавляем. И последнюю партию мы туда добавили. Листо. Так. Курочка наша тушится. Добавляем туда санкнионы. А зелья наша рядом тушится в кастрюльке под крышкой. Листо. Листо. Русская персона. Аблар салют с Фелисто. Привет. Да. Передают привет. Листо. Листо от себя поблагодарила всех русских подписчиков канала. И она очень счастлива. что вам интересно смотреть как она готовит. Мы добавим в лапшу. Так. Вот это вот. Все что мы тушили в кастрюльке выкладываем теперь вот в миксер. Блендер. Вот так вот. Добавляем молоко. Так. Теперь добавляем кесо. Сыр. Лечо, кесо и арахис. Мани. Мани. А. Ну арахис по-русскому. Мани. Ок. Орешки. Ничего себе какая вкуснотища будет. Листо. Попробовала. Так вкусно. Так вкусно. Я бы эту смесь так съела из лапши. всю. Угу. Ну вот так. Это вот традиционное перуанское блюдо. Его готовят в ресторанах. В кафе. А Фелисе вот приготовила дома. Было интересно мне узнать вот как это готовится зелень эта. Вот сегодня я узнала все секреты. в кафе. это блюдо. Это блюдо. Продегустировать там. Вот такое блюдо у нас получилось. Очень вкусно. Я люблю. Я люблю когда особенно оно только спички горяченькое. Я думаю очень вкусно. Очень. Спасибо. Спасибо. И на русском спасибо. Спасибо. Так. Сегодня мы готовим блюдо. Чупола ангустина. Арус мориско. Рис с морскими ингредиентами. И вот они. Вот собственно говоря вот все наши ингредиенты для сегодняшнего блюда. Да. Это комоты. Да. Картофель. Комоты. Кукуруза. Рис. Чеснок. Лук. Горох. Помидор. И вот эти вот. Морские. Морские. Вот этот вот соус похожий на кетчуп. Ну приступим. Ребят. Сегодня у нас ждет два мероприятия. Первое это вот мы готовим. Арус. Да. Арус готовим. И вот эти все вкусные вещи. А второе ждет нас вечером. Я пригласила Фелисию на мероприятие в русском доме. Ну со фиеста. И да. И мы вечером пойдем туда с Фелисией. Да. Да. Так что все окей. Тот окей. Да. Завтра у Фелисии выходной. И завтра Ната будет тут за Марией ухаживать. Но Фелисия готовит на два дня. Да. Вот нам еще доставку сделали. Вот еще один ингредиент. Курица но в каком-то соусе. Крест мы поставили. Приступаем к дальнейшим действиям. И вот мы поставили. Отварить наши морские продукты. Очищаем горошек. Так мы уже очистили. Вот горошек. Приступили к лучку. Так вот я про то что сегодня в русском доме намечается мероприятие. Меня пригласили туда. Ну а я в свою очередь пригласила мужа. Муж пригласил друзей. Я пригласила Фелисию. Там будут сегодня танцы, шмансы. И будет там русская кухня и сувениры. Будем знакомить друзей. С культурой. В общем посмотрим что у нас вечером получится. Ну а сейчас мы готовим. Морискос. 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 Блюдо. Морискос. Это не каждый день такое мероприятие. Это был день России. Новый год. И сейчас вот вновь. За год можно сказать. Ну два раза было. Сейчас это уже в новом году. Новое мероприятие. Это наш чесночок. Это чесночок. Это чесночок у нас. Амбариваем. Красительно масло. Здесь уже у нас тушится лук с помидоркой. А здесь у нас готовится кукуруза. Тут тушится рец у нас. И заправляем мы нашу лук с помидоркой. томатной пастой. Ну и соусом. Не знаю правильно сказать. Ну вот. Собственно говоря. Чем мы заправляем. Солили перемешали. А тут у нас водичку мы добавим. Все у нас кипит. Буррыль. Варится. Тушится. Ага. Вот мы сюда высыпаем рис. Ага. Вот мы сюда высыпаем рис. Дальше. Это папа Мари. Но я так и не поняла что это чесно. Это не кому-то ребят. Это просто две разновидности картошки. Одна идет в одно блюдо. А другая в другое блюдо. Да. А другая в другое блюдо. Ага. 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 Это папа Мария для супа. Окей. А это? Это не для супа. Ага. Это не для супа. У нас одна картошка на все блюда идет. Уна папа и Мучо Камидо. Но отро папа. А тут в Перу очень много картошки. Страна картошки. Большое разнообразие. Так же как и бананы. Одни для жарки, другие. Теперь мы бобы. Открываем. Раскрываем. И сюда все мы укладываем. Окей. Это мы подготовили. Сейчас куда? Давай. Давай. А, помыть. Вот в эту нашу кастрюльку. Это у нас будет суп. Суп Мария. Апио. Апио. И как не могу запомнить это название. Окей. Кукуруза. Это перуанная кукуруза. Ноу семиляр. Ноу семиляр. В России. Кукуруза супер. 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 Кукуруза. Ни в одной стране такой нет. Только в Перу. Мы уже сравнивали. Да. Везде мелкая. А тут крупная и сочная. Чистим морковку. Так. Зеленый горох. Это альверха. Кукуруза. Это чокли. А это санаория. Морковь. Учим язык. Учим. Испаньоли. Испаньоли. Ноу семиляр. Испаньоли. Мехико. Испаньоли перуаны. Это не у семиляр испаньоли. Это отро. Языки мексиканский, перуанский, испанский. Отличаются друг от друга. А испанский вообще не похож на этот язык. Когда испанцы приезжают сюда, они не понимают перуанцев. А перуанцы не понимают испанцев. Ты говоришь испаньоли в Перу? Русский, испаньоли. Ноу вкул. Вкул и английский. В школах России изучают в основном английский язык. Но я видела, что кто-то немецкий, французский. Но вот испанский это редкостное явление, если в школах преподают. Вот мы сняли на дождь наши ингредиенты морские. Для арома и мариска. Да, арома и мариска. Моем. А, конечно, домашняя кухня всегда вкуснее, чем в ресторане. Да. И мы готовим именно домашнее блюдо. Каса Каминда Рико. А ресторан... Рико тоже? Да. Поку, но мучу Рико. А домашняя кухня всегда вкусная. Кухня Кассина Фелисии Рикисима. Да. Вот лук это сивое. Мы открыли нашу курочку, да, в маринаде. И сейчас мы ее пойдем в духовочку. Сейчас мы ее в фольгу и в духовку отправим. Так, мы отправили нашу курочку в духовку. Один час без фольги, один час под фольгой. И будет прекрасно, на 200 градусов. Так, а мы вот эти наши ингредиенты складываем в кастрюльку с подсоленной водичкой. И поставим на плитку. Это петрушка наша. А это петрушка наша? Как? Кулянтро. Кулянтро? Ага. Петрушка кулянтро. Кулянтро, перпиль. Так, это суп чупе. Да. И вот мы лук-то и добавляем туда наши. Наши королевские креветки. Да. Туда еще отправляем вот яйцо. И еще одно яйцо. А там у нас это тоже все парится, варится. Так, теперь мы еще туда и молока добавили. Какой суп она густой получился. Ну и орегано. Во все блюда тут идет этот порошочек. Не знаю, как его называть. Специя орегано. Так до сих пор и не выяснила, что это такое. Надо будет почитать. Немножко сода. Ну и вмешаем, конечно же. Чепа морейская свинкасса. Пробуем. Ммм, вкусно. Ммм. Да. Я чувствую себя ребенком, как у гостях у бабушки. И вот такое ощущение у меня. Я хочу сказать, что это в стиле Фелис. Да. Фелисия. Фелисия, Фелис. Да. Персона русская. Фелисия. Это счастье. Это Фелис. Это много эмоций. Это Фелисия такая. Да, да, да. Фелисия. Так что Фелисия соответствует своему имени. Она всегда улыбается. И всегда счастлива. А, надо прокупиться. Да? Нормально? Ай, мягко. Я себе стану. Тот окей. Да. Нет проблем. Все хорошо. Да. Тот окей. Да? А, окей. Все хорошо. Да. Я почему записываю каждый шаг? Потому что здесь очень все быстро. Одновременно сразу два-три блюда готовятся. И потом очень трудно даже не то, что прокомментировать, а вспомнить. Поэтому вот нужно все это запечатлеть. Так, мы мешали-мешали, болтали-болтали, а печку-то не включили. Вот только что заметили это. Да, нам весело. А вечер будет еще весело. Идем в русский дом. На Фиесту. Русофиеста. Мантыкия. Да. Вот сюда Мантыкия. Да. Вот сюда Мантыкия. Вот сюда. Панкита. Мы сейчас оценили наше блюдо. Это все будет стоить на одного человека 35 ссорий. Ну, богатенько. Ну, в среднем тут покушать перу это, ну, 15 ссорий. Можно. Так что... Ну, мы сегодня же работаем для кого? Для вас, дорогие подписчики, чтобы вам показать эти блюда. Спасибо всем, кто поддерживает. Окей. Да. Ну, как вкусненько, вкусненько. Так, мы добавляем в нашу зажарочку рис. И жарим все это вместе на сковородочке. Так, и одновременно мы откинули мадорфлаг. Отварим ингредиенты. И мы так же это все добавляем вот в три. Перемешиваем. Вот, как реклама. Угу. 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 Так, мы еще добавили рис. И добавили овощи. И все перемешиваем. И все перемешиваем. Ум. 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 Еще сюда немножко молочка. Угу. И зелень еще немножечко. Угу. 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 Вот мне Велизия наложила красивенько на тарелочку. Угу. Угу. И супик. И рис. Причувствую, что это очень вкусно. И опять-таки благодарю Фелисию. Фелисия, спасибо тебе огромное. От всего русского народа. Спасибо. 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 Продолжение следует...